В Первомайском рассуде Бишкека рассматривается дело о жестоком убийстве 38-летней Аджаналы Куловой. 24 февраля этого года тело женщины нашли в ее собственной квартире. Единственный подозреваемый в убийстве – ее жених Кирилл Дамиров. Официальная причина смерти женщины – отек мозга. Остальные жених Кирилл Дамиров и отек мозга, в психологии, в том числе, в том числе и в том числе и в том числе и в том числе. Остальные жених Кирилл Дамиров и Яргин Майк. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день и выдворили в СИЗО. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью. Вину подозреваемый признал частично. Но по словам адвокатки Индиры Саутовой, сейчас сторона обвиняемого пытается поменять статью об убийстве на более мягкую, о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Саутова говорит, что родственники Айджан против этого, так как требуют для обвиняемого высшие меры наказания – пожизненного лишения свободы. Также адвокатка пожаловалась на то, что само следствие сделало свою работу некачественно. Участвующий прокурор надлежащим образом не поддерживает государственное обвинение. Это говорит о его неготовности, нежелании. И это не просто убийство, это убийство с особой жестокостью. Если посмотреть обвинительный акт, он на полтора страницы изложен. То есть доводы следствия о вине этого человека изложены на полтора страницы. Это говорит о качестве следствия, о профессионализме следствия. На что надзирающая прокуратура полностью, я думаю, что это проигнорировала эту часть. За последние два с половиной года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины. По данным Генпрокуратуры, за шесть месяцев этого года зарегистрировано 9 трагических случаев со смертельным исходом. Одно из этих дел – убийство Рахимы Айкамбаевой. Женщину с особой жестокостью убил ее бывший муж, который ранее неоднократно избивал ее. Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщины погибают от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицид. В 2023 году Кыргызстан в глобальном индексе мира и безопасности женщин вновь был признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин